Доброе утро! Все, спасибо! Доброе утро! Разрешите сопровождение 4, встретить Урал от АСС-2. Занимайте до АСС-2 и Урал будет на 12. Принял, занимаю до АСС-2, Урал на 12. Самолет может прийти самостоятельно, если экипаж самолета часто бывает в аэропорту Симферополь. В данный момент документы требуют сопровождения самолета и на взлет, и на посадки, и на место стоянки. Из-за того, что у нас ведутся строительные работы, строится новая полоса, могут быть всякие нефункционированные вывезти техники на РТ, что может привести к печальным последствиям. Вот очередной самолет, будем его сопровождать. Конечно, серьезная ответственность, потому что необходимо хорошо знать планы аэропорта. Диспетчер руления говорит, по какой РД рулить, по какой заводить и какая стоянка. Были много случаев, что не на ту стоянку заводили. Это серьезными проблемами потом оборачивалось. Я жил в таком селе, на Кавказе, в Абхазии, в котором единственный доступный вид транспорта был маленький самолет-кукурузник. Я полюбил это дело и решил связать свою жизнь с авиацией. Закончил школу в Абхазии, потом поступил в Кирсановское авиационно-техническое училище гражданской авиации. И учился в Тамбовской области в 79-м году и в 82-м году я его закончил. И по распределению попал в аэропорт Симферопорт. Тогда была система распределения. Приезжали покупатели и вот сюда, сейчас можно назвать старый аэропорт. После училища я пришел сюда механик. Здесь сдавал второй этап государственных экзаменов. И затем я авиационный техник. Стал третьего класса или четвертый разряд. И потихоньку, потихоньку я за 7 лет стал техником первого класса или техник шестого разряда. У нас был свой парк самолетов, состоящий из 12 самолетов Ан-24. Ну и мы потихонечку переучивались на не оперативные, а есть оперативные обслуживания технические. Есть периодические, есть регламентные работы. И вот мы постепенно переучивались на периодические технические обслуживания. Мы изучили эти самолеты полностью, каждый. Обслуживать самолет имел право только тот, кто имел допуск. Тогда было серьезно это. И вот имел я Маяк-40 и еще два человека. Ну мы тоже гонялись. Вот этот перрон у нас был для больших таких самолетов. А Як-40 там было. Ну вот один человек на 30 самолетов. И мы успевали. Приходим на разбор вот этот, заполняем карты. Это секрет выдаю такой. А потом вот так вот потихонечку бегаешь, расписываешь. Нам надо было зайти в салон, расписать борт-журнал, чтобы ты его обслужил. Оформить документы, подписать их. И после этого только мы имели право выпускать его в рейс. Меня допускал на все советские борта. Вот начиная начал Як-40, Ан-24, Ту-134, Ту-154, Ил-62. И переучился я на Ту-204. Но они должны были к нам в Симферополь как в базовый аэропорт попасть. Но так с этой переделом, распадом, так они сюда и не попали. Ненадолго уходил из того, что надо было кормить семью. А здесь у нас зарплату, считай, не платить. Приходилось писать, чтобы 50 гривен дали тебе нам на лекарства, всякими обманными путями, поэтому приходилось уходить. В 2014 году уже людей надо было набирать, потому что объем работ резко, резко очень возрос. Надо было специалисты, которые знали, как делать, что делать, как обслуживать. Поэтому пригласили, поэтому многие вернулись. Что такое советская техника, все понимают, да? Если поломка, то мы сами имели право устранить ее. Меняли и колеса, и... Ну, что только не делать. Что... Устраняли самостоятельно, потому что имели допуск. А тут мы сейчас только обнаружить. А дальнейший уже ход, устранение поломок, все уже занимаются специалисты. Специально подготовлены той компанией, которая, допустим, обслуживает, или есть линейная станция, они их там фрактуют, или как они обслуживают. Мы, то есть, устранением дефектов этого не занимаемся. Кто, как не мы, которые мы уже знали, знаем, на что обращать внимание, где такие места, где надо посмотреть обязательно. Это же первое, что угрожает безопасности полета, жизни пассажиров. Конечно, мы стараемся, старые свои знания, опыт из жизни, где, что случается. Молодежь приходит обязательно. Обязательно учим, рассказываем, что было. Самое лучшее учение, например, обслуживали ИВ-86, и надо было запуск на земле делать. А тогда многие любили ходить в форме. А там была фуражка, фуражки такие, ну, как военных, вот такие у нас фуражки. Ну, и запустили, один техник проходил, и у него этот, при запуске, запущенный двигатель, двигатель, он засасывает воздух. И эту фуражку засосал. Ну, аэропорт, аэропорт тоже, конечно, я переживаю, вижу, как он преображается. Сравнить с тем, что я пришел, и что я вижу сейчас, это не то, что сказать, две большие разницы. Это два разных мира. авиация, это моя жизнь, вся, считайте, пройденная. Так, думаю, до конца, до пенсии, а штат. КОНЕЦ